Всем привет! Меня зовут Евгений и сегодня у нас на обзоре доступная модель из неопрена шейка под названием Sarmat Eco. Это уже третье обновление этой модели. Довольно долго времени нам потребовалось на то, чтобы уменьшить стоимость гидрокостюма за счет снижения количества деталей, но при этом оставив анатомический крой, который как раз и получается за счет большого количества деталей, что в первую очередь влияет на стоимость гидрокостюма. Получается тавтология немного, но если сказать по-другому, то в дорогом костюме чаще всего много деталей и его произвести сложнее, а в доступном детали меньше и ресурсов на его производство тоже требуется меньше, поэтому и себестоимость его ниже. Мы всей командой обсуждали каждую деталь, каждый шов, любую мелочь, чтобы получить максимальный комфорт при доступной цене. Благодаря нашему опыту и советам бывалых охотников, надеюсь нам это удалось. И в данной модели мы сделали простой, доступный костюм, но при этом сохранив комфорт анатомического кроя и качество гидрокостюмов компании Marlin по доступной цене. Внешний гидрокостюм покрыт нейлоном черного цвета, внутри открытая пора, которая как вы знаете отлично держит тепло. Гидрокостюмы с открытой порой надо одевать на мыльный раствор. Теперь давайте более детально посмотрим на этот костюм. Сперва мы поговорим о шлеме. Анатомический крой и правильный вырез лица на шлеме отлично подходят под наши условия охоты. Шлем выполнен всего из трех деталей, но при этом отлично сохраняет анатомию. Вырез обработан оверлоком, тем самым исключает надрыв ткани, увеличивая при этом срок ее эксплуатации. Куртка имеет крой типа реглан, который увеличивает комфорт и создает максимальное прилегание гидрокостюма. В отличие от конкурентов, которые используют в своих выкройках вточной рукав, который дает небольшой дискомфорт в районе подмышек. Крой и реглан наоборот удобнее и комфортнее в эксплуатации. В наших регионах большое количество охотников при выборе ружья отдает предпочтение пневматике, чем арбалетам. Это связано с недостаточной видимостью и условиями охоты в корягах, камышах, где важна маневренность ружья и достаточная мощность. Так вот, в этом гидрокостюме отсутствует упор для зарядки на груди, что облегчает дыхание подводного охотника. Теперь давайте разберем рукав. Что мы тут видим? Хоть и имеет довольно простой крой, но все же присутствуют элементы анатомии в районе сгибания руки. У конкурентов довольно часто просто идет сплошной ровный рукав. Края рукава обработаны оверлоком, тем самым исключают надрыв ткани, увеличивая при этом срок ее эксплуатации. В нижней части куртки мы увидим довольно широкую вставку из дублированного неопрена нейлоном с внутренней стороны, который позволяет легко одевать и снимать гидрокостюм, без опасения надорвать или оставить задиры на нем. Дальше мы видим бобровый хвост с двумя клипсами. Поверхностные швы выполнены двухниточным плетением на специализированном немецком оборудовании. Штаны выполнены с высокой талией, без лямок. Это еще один плюс для облегчения дыхания подводного охотника, которого дополнительно ничего не сдавливает в районе груди и он может делать максимальный вдох. А чтобы обезопасить себя от попадания воды вовнутрь гидрокостюма, можно подвернуть неопрен в районе талии и получится гидрозамок. Неопрен тут обработан оверлоком. Также мы добавили прочные петельки для хранения и сушки костюма, которые отлично выдерживают вес штанов гидрокостюма. Небольшой лайфхак. Чтоб петельки не спадали с вешалки, используйте обычную резинку для денег, которая не даст лететь штанам с тримпеля. На коленях мы видим защиту из материала дюротекс, который отлично будет защищать ваши колени от повреждений. Под коленным сгибом можно увидеть шов, который добавляет анатомию штанам. Край штанов обработан оверлоком. Вывернув гидрокостюм, мы увидим качество швов. Все они очень мягкие и не имеют так называемых ступенек. Весь шов ровный и гладкий, благодаря проклейке специальным клеем. Надеюсь вам понравится данный гидрокостюм, который поможет вам добыть трофей. На этом все, с вами был Евгений, до новых встреч!